Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия Алексей Ильич Осипов. Здравствуйте, Алексей Ильич, мы рады приветствовать вас вновь в нашей студии. И сегодня мы с вами продолжим беседу на тему Евангелия от Матфея, начиная с 21 главы, и, как уж время нам позволит, постараемся, конечно же, сегодня закончить. Но прежде чем мы начнем беседу, я хотел бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и все интересующие вас вопросы можете задать нам по телефону 8495-781-4954. Конечно же, мы ждем вопросы по теме сегодняшней передачи Евангелия от Матфея. Алексей Ильич, мы начинаем. И первый евангельский эпизод, который мы хотели бы сегодня разобрать, это глава 21, стихи 12 и 13. Как раз говорится о том, что Христос выгнал торгующих из храма. И Он говорил, дом мой, домом молитвы наречиться, а вы сделали его вертепом разбойников. Вот сейчас в наших храмах можно увидеть как раз, можно сказать, даже точку, где происходит торговля свечами, книгами, дисками и так далее. В том числе можно увидеть, как придаются ювелирные украшения, цепочки, крестики, которые, конечно же, необходимы православным верующим. Но современная действительность и церковная жизнь не противоречит ли тому, что сделал Христос, выгнав торговцев из храма? – К сожалению, не противоречит. Как вы сказали, торговля осуществляется. – Да. – И, к сожалению, это происходит часто во время богослужения. Хорошо, если вы выносили церковные лавки куда-то за пределы самого храма. И во многих местах это уже делается, и это очень приятно. Но, к сожалению, не все это храмы могут, и очень часто бывают такие ситуации, когда во время литургии, и не только литургии, но даже во время евхаристического канона, предыдущего перед этим чтением Евангелия, и же Херувим, и евхаристический канон, вдруг начинаются там разговоры, да и купли, продажи. Это, конечно, беда. Но, скажу вам, научно-технический прогресс, он же развивается, и поэтому и сейчас у нас происходит даже больше, чем то, что было во времена Христа. Что же может быть больше? Когда фотографы, телеоператоры бегают по храму, воздевают свои руки к небесам, фотографируют народ, фотографируют священство, скажу даже больше, уже доходят до таких актов, которые по существу кощунственны. То есть, когда заходят в алтарь и фотографируют всё, что делается на престоле, сама духовенца, стоящая вокруг престола, заглядывает в чашу, даже эту свою трубу ставит туда, что там происходит. И всё это происходит, кстати, на фоне оглашения «изойдите». То есть, когда даже люди ещё не принявшие крещение, а вообще-то просто не церковные люди, «выйдите!» Сейчас начинается самая великая святыня. К сожалению, да, вот это сущая беда, конечно. Но, скажу, ещё есть один момент, за которым просто следить надо. Это дети. Многие уже говорят, что подчас невозможно буквально стоять. Дети бегают, мамаши за ручки их водят, ходят из угла в угол. Да, не понимают многие, что они делают, какой удар они наносят по своей душе. Ведь неужели не понимают, чья работа отвлечь людей от молитвы? Ясно, чья? Бесовская. И вдруг они, эти мамаши, своих детей, становят орудием кого? Сами становятся. И детей неужели не понимают? По закону духовному, эти мамаши и их дети могут очень пострадать за то, что отвлекают людей от молитвы, мешают богослужению. Так что, видите, ситуация даже несколько усугубилась по сравнению с тем, что было во времена Христа. Но это зависит всё от кого? От настоятелей, ну, от тех, кто руководит жизнью богослужения, жизнью храма. От них это зависит. И они, конечно, больше всего несут на себе ответственность. Ну, если современный храм, современное богослужение так часто попадает в объективы камер, и мы, в принципе, к этому уже привыкли и смирились, но какой выход из этого положения? То есть во время каких-то определённых моментов службы прекращать съёмку? Вот как здесь? Потому что даже наш канал транслирует богослужение от начала до конца. Мне кажется, этот вопрос можно было бы решить таким образом. Вы обратили внимание, как часто показывают? Водят по лицам, по иконам, по священникам. То есть всё время делают некое развлечение внимания. Можно было бы решить иначе. Для тех, кто не может прийти в храм, поставили камеру в одном месте, и она передавала бы только богослужение. Всё. То есть на место молящегося, как бы, человек виден через храм. Да, никто ничему бы не мешал. А здесь начинают, водят по лицам, и какой-нибудь друг, безобразный, больной человек, всё, и вдруг на него камеру. Пожалуйста, вам. Это вам и же Херувимы. Херувимы показывают. Вот в чём дело. Превращают в развлекаловку. Вот что убийство-то. А так почему же? Можно было бы поставить в одном месте камеру, и идёт богослужение, и кто-то больные, старые люди, которые не могут прийти. Пожалуйста, они бы были прямо во время богослужения. Вся атмосфера бы передавалась. Вот я думаю, что таким образом можно. А мы продолжим. Следующий эпизод той же главы, 21-й, это 28-й по 32-й стихи. Я думаю, буду некоторые эпизоды зачитывать, некоторые буду свободно передавать, чтобы было как-то более-менее понятно. Когда отец, имеющий двух сыновей, одному сказал, иди и работай в винограднике своём, тот ответил, не хочу, а после, раскаившись, пошёл. А другому он сказал, иди работай. Он сказал, да, пойду работать, и не пошёл. Вот вопрос задаётся. Да, который из двух исполнил волю Отца. И следующие цитаты Христа, это истинно говорю вам, что мы, три и блудницы, впервые в вас идут в Царство Божие. Ибо пришёл к вам Иоанн путём праведности, и вы не поверили Ему, а мы, три и блудницы, поверили Ему, вы же, и, видев это, не раскаясь, после, чтобы поверить Ему. Давайте разберём этот евангельский эпизод. Эта притча, эта притча, она очень интересная, поскольку она касается и каждого отдельного человека, и касается целых народов. Ведь помните в завершении чего дальше, что Христос-то говорил? Дальше и поняли, о ком он говорит. Здесь прежде всего слово Христа было обращено к еврейскому народу, которому были даны откровения, которых не было ни у одного другого народа. И ему был призыв, призыв стать примером, работать в винограднике, то есть что значит? То есть работать вот на этой ниве проповеди истинного Бога, истинной веры, истинной жизни. И кажется, всё было хорошо, дано было откровение, кажется, принято. Но что дальше? Вы видите, когда мы читаем Библию, то мы видим, как часто он уклонялся в удалопоклонство, какие были трагические истории в результате этого, но даже что произошло затем, а затем даже отверг Христа. То есть отвергли руководители, а они ответственны более всего, но и народ, народ в основной своей массе то же самое, оказывается, не пошёл исполнять волю Божию. А действительно, он бы должен был благовествовать Евангелие по всему миру. Но мы видим лишь немногие, несколько избранных, так сказать, те, которые были способны принять Слово Христово, осуществили проповедь Евангелия по всему миру. Речь идёт об апостолах и их преемниках. Так что, прежде всего, вопрос здесь идёт о двух становиях каких. Один, будем говорить, – это еврейский народ, который сказал «пойду» и не пошёл работать. Другой – сын – это все прочие народы, так называемые языческие народы, которые не имели никаких сверхъестественных откровений. Единственное, что у них было – это голос совести и голос разума. И вот эти народы, поскольку не имели никакого откровения, сказали, зачем нам эти заповеди такие нужны, зачем нам эта святая жизнь нужна, но они, в целом, жили свободно, без Бога, широка дорога. Вот так они жили. Но посмотрите, что произошло, когда им вдруг было благовествуемо Евангелие Христово. Это же поразительно! Просто целые народы обратились к христианству. Вот этот, оказывается, сын, который сначала, кажется, отверг, никакого Бога мне не нужно, посмотрите, как принял! Сколько святых людей! Это же явление просто поразительное! И по всему миру так было проповедано Евангелие и принял этот сын, принял ту миссию, которую, увы, отверг сын, которому первым было предложено это. Вот речь идёт о чём. Ну, вот здесь идти второй смысл, что это же повеление или приглашение, или призыв Бога, он раздаётся и в душе каждого человека, как следовать ли голосу совести, следовать ли голосу разума и делать ли поступать так, как они говорят, или наоборот. И вот здесь мы то же самое видим. Опять одни следуют, хотя, кажется, не хочется и согрешают, кажется, падают, но каются, каются и следуют Христу. Другие же, другие же слышат голос совести, слышат разума и ничего не делают. Вот вам в каждом человеке, если хотите, в каждом, ну, в людях это совершается, в отдельных уже людях совершается тот же самый процесс, и он совершается внутри каждого человека. Если хотите, тут тоже у человека, у каждого два сына. Помните? Ах, две души живут в груди моей, и рвутся в рось, и жаждут разделения. Как апостол Павел говорит, это ветхий и новый человек в каждом человеке. И вот здесь кому же отдаст предпочтение вот этот конкретный человек, ветхому или новому? Так что эту притчу можно понимать даже и в отношении каждому отдельному человеку. Интересно. Вот. Ну, продолжаем. И далее. 42-й и 43-й стихи. Как раз... Ну да, вот, видите, и пришёл к вам Иоанн путём праведности, вы не поверили, а мы, три блудницы, поверили ему. Вот видите, он говорит о том разделении, которое происходит среди людей. Вот то, о чём мы сейчас говорили, да. Кому-то, кому-то кажется, даётся, прямо Писание. Это, кстати, особенно касается так называемых церковных семей. Людей, которые постоянно находятся в церкви, знают Евангелие, к ним пришёл всё, не только Иоанн пророк, Иоанн правед, а сам Христот, и, тем не менее, всё отвергается. А кто же принимает? Часто люди внешние впервые только слышат Евангелие, только впервые, и вдруг начинают каяться и жить по-христиански замечательно. Мы церковные, кажется, всё, всё, мы чуть ли не избранники, и отвергаем. А эти люди, для которых, ну, не церковные люди, что они такие? Как я помню, однажды услышал слова, от которых содрогнулся, ух, эти мирские! Это сказала одна монахиня. Вы знаете, я прям, ну, чуть ли, да, не знаю, ужас пришёл, насколько же я лучше этих нецерковных людей. и подумайте, ужас какой! Она даже бедная не понимает, не понимает, что ты всё подписала себе смертный духовный приговор. Если ты видишь себя лучше этих. Вот так. И так что, эта притча, видите, имеет очень глубокий смысл, относящийся к душе каждого человека. Да, я, когда учился в семинарии, встречал как раз многих людей, которые незадолго до семинарии пришли к вере. Кто-то год как крестился. Вот видите, да. Сейчас уже священники и очень даже достойны. А в церковных семей разные ситуации. вот так что, Люди даже отходят от веры. И такие случаи есть. Ну, мы далее продолжаем, и Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании «Камень, который отвергли строители, тот самый сделается главой угла. Это от Господа и ездивного очах наших». Вот. «И потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его». Да, кто этот камень? Ну, совершенно очевидно. Это камень, конечно, Христос. Кто отверг, тоже очевидно. Кто отверг этот камень? Да, и это прекрасно поняли слушатели. А слушатели, кто были как раз первосвященники, старейшины, вот эти законники, фарисеи, они прекрасно поняли. И помните даже, чем завершается? Ну, побоялись народа, а хотели убить его. Даже представляете, какая реакция. да, потому что, да, в чём ещё причина? Дело не в том, просто в том, что они озлобились, а в том, что Христос такой проповедью разрушал их авторитет перед народом. Как легко было вести за собой народ, и вдруг, оказывается, открывается то их лукавство, которым они уводят народ, от истины, от истинного Мессии, от искания Царства Божия. Вот поэтому эта злоба особенно возгорелась в них. Вот так. Так что, вот речь идёт о чём? И сказал, и это есть дивно в очах наших. То есть, пожалуйста, вот, смотрите. Помните, Христос говорил? Кто обличит меня во грехе? Нет греха. Дивно, действительно. Вот. И, тем не менее, каково было отношение? Да. Всегда вот задавал вопрос, ну, как же так? Ведь казалось бы, что если Христос пришёл бы в наше время, мы бы видели эти чудеса, мы бы, наверное, было бы тысячи, миллионы верующих вот в наш век. Почему в то время Христа не приняли? Хотя было очевидно, что это особенный, как вот человек, отличный от других, и что действительно свершается Писание. Почему так происходит? Если бы только сейчас пришёл Христос в наш храм, когда совершается торжественное богослужение со всеми фото, видео и киносъёмками, прямовыми эфирами, да ещё бы увидел, что в алтаре делается, что бы он сделал Христос? Мы знаем, что он выигнал. Его бы тут же арестовали за хулиганство и посадили бы. Вот что сделали бы с Христом. Не удивляйтесь поэтому. Мы бы поступили точно так же, как поступили в то время с ним. Кто бы это позволил ему? Когда бы он сказал, вы как смеете это? Дом мой, дом молитву наречёт, а вы что делаете? Так что не удивляйтесь. Психология человека остаётся той же самой, а идёт сползание. Знаете, ещё Цицерон говорил, слово религии происходит от слова благоговения, потеря благоговения уже. Уже часто для многих Христос превращается в предмет культа, внешнего культа, а не поклонение Ему как идеалу настоящей человеческой жизни. Вот, оказывается, что происходит. Так что нет, Христу нельзя приходить сейчас к нам. И никакие чудеса в ней помогли. Он придёт, но тогда уже, наверное, будет поздно. Будет поздно. Только будет поздно. Следующая глава, 22 глава, как раз такая знаменитая фраза там прозвучит, это как много званых и малоизбранных, причета о брачном пире. И как брачный пир был готов, а званные не были достойны. И тогда, как царь, который позвал, говорит слугам своим, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, и там будет плач, и скрежет зубов. Царь, пойдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, «Друг, как ты вошёл сюда, не в брачный одежду?» Он же замолчал. И следующая вот как раз фраза, «Ибо много званых и малоизбранных». Кто такие званные, а кто такие избранные? И о чём говорит эта притча? Ну, в отношении пира, пира, тут опять-таки два смысла. Можно говорить о пире, как о Царстве Божьем, которому призваны все люди. В конце концов, Господь сотворил человека, ведь ясно, что для блага, ясно, что для Царствия Божьего. Святые так и пишут. Бог восхотел иметь рядом с собой те, которые бы также наслаждались тем же блаженством, как и Он. Так что, это прежде всего, но мы знаем, каково отношение, каково отношение. Слышим Евангелие, понимаем, что оно призывает нас к добру. Отношение, все мы видим. Это первое значение, поэтому пира – это, конечно, это, конечно, то Царство Божие, то благо, то благо, которому по творению предназначен человек, но которое далеко не все принимают. Второе значение, очень интересное, я бы сказал, званный пир. Что это за пир? Это Евхаристия. Это причащение тела и крови Христовых. Все, кажется, зовутся. Все. И если мы даже поговорим не о ком-нибудь, не о посторонних, а о христианах, о воцерковлённых, то, скажем, как здесь люди подходят. Многие действительно сферы, с покаянием, с молитвою, другие – по обычаю. По обычаю, формально. Вместо исповеди отчёт о проделанных грехах напишут такие вот бумаги, вместо того, что пока это то, о чём болит душа, огромные бумаги это пишут, вместо исповеди отчитываются, подходят, на литургии стоят. Мало надежды, чтобы люди действительно молились и каялись о грехах. В основном, молитва в чём заключается? О наших земных нуждах. Но совсем не о грехах. Так вот, здесь что происходит? Этот пир можно воспринять опять-таки по разуму, можно причаститься, действительно, стать насильником Царства Божьего, причаститься Христа, а можно? Он не в брачной одежде, формально, пусто, без души, без молитвы. И тогда апостол Павел пишет, оттого многие из вас болеют и умирают, даже и умирают. Вот оно, что такое тогда связывает человека и бросает во тьму кромешную. Недостойно причащающийся, он связывается, прежде всего, чем? Что он связывается? Рабом страстей. Он ни от чего не освобождается. Он по-прежнему, по-прежнему, каким он был, таким остаётся. Никакого у него, если хотите, импульса, что ли, духовного импульса, никакого. И в результате оказывается связанным и выброшенным во тьму, как сказано, во тьму внешнюю. Вот, что очень важно. Я бы хотел сделать одно замечание. Многие не понимают, ну, как же такое? Ведь кого собирали на брачный пир-то? По дорогам, по изгородям, по заборам. И вдруг пришёл этот бедняк, хозяин говорит, ты же тоже не в брачной одежде. Да откуда же ему взять? Ответ. Древности, когда приглашал богатый человек, и он хотел накормить нищих и убогих, чтобы все торжествовали вместе с ним, выдавали одежду. Одежду не... Это мы сейчас думаем, костюм какой-то. Нет, это же верхний, вот, типа, типа, ну, такого чистого плаща. Чистая. Чистая такая одежда. Всем выдавалось. С тем, чтобы все были уже празднично одеты, а не как-нибудь. И вдруг кто-то не одел этой чистой одежды, пришёл своей грязной. Представьте себе, вот о чём идёт речь. Это образ, образ души. Покаяние необходимо. Чистая одежда – это как раз и есть осознание своей греховности, покаяние, искренние молитвы, осознание своего недостоинства, причаститься даже. Вот это действительно чистая одежда. Если этого нет, то, избавив Бог, подходить в этой грязной одежде. Когда человек считает себя достойным, уже теперь подойти к причастию. Первый признак недостоинства – это когда видит себя достойным. Прелесть, как они. Да. Это не то же прелесть, это даже слишком высоко. Вообще не знаю, что это. Отсутствие просто и ума, и чувства религиозного и так далее. Ведь что говорит Пётр Дамаскин? Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. А тот, кто видит свои грехи, он действительно подходит со страхом Божьим. Господи, я недостоин, но ты только помилуй. Если этого нет, а на противе человек видит себя достойным, это уже беда. Вот тогда есть большая опасность. Опасность того, о чём сказал апостол Павел. Оттого многие из вас болеют и умирают. Вот так. Ну, опять же, как понять, что ты в чистой одежде? Можно внутри себя сказать, да, я недостоин, а это может быть какой-то обман самого себя, и как в такой ситуации быть? Всё равно идти причащаться? Бог-то видит же, как ты искренне чувствуешь себя или нет. Это я могу обмануть себя или обмануть других людей. А Бог-то видит. Поэтому и говорят, что надо обязательно подумать, что ты делал, какие грехи ты совершал, и увидеть своё недостоинство. Это же крайне необходимо, увидеть своё недостоинство. А если ты не видишь своё недостоинство, а видишь только свою хорошесть, тогда, наверное, лучше и отойти в избежание недоразумения. потому что, когда человек видит грехи и каяться, Бог готов принять его. Но когда подходят праведники, то он говорит, я пришёл призвать не праведника, а грешников к поколению. Поэтому почему в нашей русской церкви такая замечательная традиция перед причащением исповедь. Исповедь, причём, ещё раз говорю, это не отчёт о проделанных грехах, а исповедь, то есть немножко подумай, вспомни свои грехи, вспомни. Можешь ты не тщеславиться? Нет, не могу. Можешь ты не завидовать? Нет, не могу. Можешь ты не злиться? Нет, не могу. Так вспомни, голубчик. Можешь ты не жадничать? Нет, не могу. А что ж ты можешь? Ничего не могу. Так покайся, пока не поздно. Показь, и тогда Господь примет тебя. Вот так. А как вы относитесь к частоте причастия? То есть кто-то говорит, что нужно причащаться каждое воскресенье, кто-то говорит... Да, частоте, да. Да, частоте, да. Как разные практики есть? Есть противники, есть защитники той или иной точки зрения. Ну, ваше мнение какого? У меня нет мнения. Есть мнение Иоанна Златоуста, который святитель Иоанна Златоуста. Он прямо говорит, что причащаться достойно вовсе не тот, который причается каждый день или очень редко, в будни или в праздники. Не это определяет частоту причащения, а только тогда, когда человек с сердцем сокрушенным и смиренным приступает. Как? Здесь уже нужно смотреть от образа жизни людей. Потому что одно дело, когда человек имеет возможность всё-таки помолиться, помолиться, почитать Слово Божие, Евангелие и приступить с благовением к святому таинству. А другое дело, когда нет возможности, суета. Поэтому наши, так сказать, мудрые отцы сказали, что, ну, по крайней мере, хотя бы в три недели, в месяц раз причащаться. Вот так. Уж соберись. Совсем ждать неизвестно, когда на меня что-то придёт. Человек так может и остаться без причастия. Да. Ну, и причащаться сейчас только потому, что вот такова традиция. Каждая неделя тоже нехорошо. Надо выбирать вот 10 месяцев. Выбирай день, готовься. Готовься пануть себя, пануть себя и причащать. Семейным людям очень рекомендуют они причащаться, если возможно, всей семьёй, чтобы вся семья радовалась вместе. Это очень и очень хорошо. Тогда объединение такое происходит, очень важное, не только внешнее, но и внутреннее, духовное. Следующий стих, 30 стих 22 главы. «Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах». На небесах по-русски. Да, на небесах, да, по-русски, да, конечно. Правда, Господь указывает на то новое состояние, в котором будет находиться само наше тело, сама наша душа. Это новое состояние Он нам показал, когда воскрес. Если до этого Господь Сам и алкал, и жаждал, и терпел страдания, и помните, как Он и гневался, с гневом смотрел на этих лицемеров, так, так, был подвержен жутким даже страданиям, то по воскресенью же совершенно очевидно, Его тело стало другим. Тело материальное, но какое? Духовное. Кажется, это какие-то антитезы. Но вот именно таковым был и создан человек, о чём пишут отцы, очень-очень сильно пишут. Да, да, это настоящее тело, но, оказывается, каким оно было-то? Не дебелом, как сейчас, а действительно духовным, способным даже проходить вот сквозь эти материальные объекты, способным, кстати, не есть и не пить. Иоанн Затауст так и толкует, и говорит, когда Христос перед учениками ел и пил, для удостоверения их, чтобы видели, что я действительно воскрес, воскрес, а не Дух явился. Но это тело уже не нуждается в этой пище. Об этом очень Ефрем Сирин преподобный очень пишет, что благодатные волны питают человека, царствие Божие. Поэтому в жизни будущего века отпадают вот эти все естественные потребности, в которых живёт вот наше сейчас, находится наше падшее естество. Вот всё, в том числе и отношения, которые складываются в браке тоже. Нет, эти инстинкты, вот эти все животные инстинкты, они исчезают. И, например, преподобный лестящий даже говорит, что ошибается жестоко тот, кто думает, что в Царстве Божьем это всё сохранится. Он говорит, тот, кто... Он говорит так. Любовь духовная, которая превосходит всякое разумение человеческое, она совершенно исключает уже вот эту низшую ступень любви, которую переживают люди в земных условиях, и которая естественна, не греховна нисколько, но это совсем не то. Это как корочка чёрстого хлеба. Или... А тут, посмотрите, роскошный какой-нибудь торт, или я уж не знаю, что назвать. Вот какая разница. Небо и земля. Вот так. Так что в этом смысле, да, там уже не будут жениться, выходить замуж, но будут подобны, подобны ангелам. Не ангелы. Ангелы не имеют тела. Они ниже, как пишут отцы, по своей природе, ниже человека. Человек имеет, оказывается, нечто высшее, и одним из этих признаков является как раз это тело, в которое даже поплатился, даже принял сам Сын Божий. Алексей Ильич, вот вопрос о браке. Если мы не будем говорить не о животных инстинктах, а о любви, которая бывает между мужем и женой. По воскресенье, по второму пришествии, люди, которые были на земле в браке, они будут также в какой-то духовном контрасте и после воскресенья? Люди, состоящие в браке, в той степени там будут едины, в какой они окажутся едины в своём духовном состоянии. Потому что вот я нашёл цитату Иоанна Лесичка. Он пишет, «Говорящий, что можно иметь ту и другую любовь, обольщает сам себя». Вот знаете, в самой жизни нашей кто ближе – брат, сестра или жена? Жена. Вот. Видите? Совсем чужой человек. Неведомый. Разных кровей. А тут единокровные. Сейчас единокровные ненавидят даже друг друга. А здесь совершенно чужой человек становится таким, что за него готов жизнь свою собственную отдать. Видите, что соединяет? Не кровь, а дух. Дух соединяет. Так и в Царстве Божьем будет то же самое. В той степени, в какой они окажутся едино духовны, и там они будут также едины. А может оказаться, что и не станут. Да. Сколько угодно. Спасибо за ответ. Я думаю, что это ответ на многие вопросы, которые готовы были бы задать наши телезрители. И я бы хотел напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и все интересующие у вас вопросы по указанной теме Евангелия от Матфея можете задать нам по телефону. 8-495-781-49-54. На протяжении всей программы вы телефон можете видеть внизу экранов ваших телевизоров. А мы продолжаем и переходим уже к следующей главе, глава 23, стихи 2, 4 и 13. И сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, связывают времена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Вот я думаю, начать нужно с пояснения, кто же такие книжники и фарисеи. Да, правильно, да, конечно. Это очень важно сказать. Книжники – это были те люди, которые тщательно изучали, изучали, как мы сейчас говорим, библейские тексты. Богословы такие, своего рода. Ну, это назвать богословами, конечно, ну, отчасти это богословы, да, которые тщательно изучали, и, конечно, занимались, слушали мудрых людей, которые давали объяснения на эти библейские тексты. Это книжники. Ну, сейчас, пожалуй, можно сказать, что это богословы. Да, фарисеи же – это люди, которые образовали своего рода как бы даже некую прослойку населения, даже партию своего рода, те люди, которые давали публично следовать, тщательно следовать во всём закону Божию. Это то, что подобие монашества. Когда у нас тоже открыто это делают, дают обеты. Так они тоже сами давали обеты. Почему Христос так относится к ним, когда вдруг говорит даже горе вам? Потому что, увы, это превратилось в лицемерие. Одежду на себе одевали, фарисейскую, ну, монашескую одежду. А жили. Оказывается, когда в Евангелии читаешь, то просто поражаешься, сколько там было лицемерия, сколько просто обмана людей, что там происходило, как они выставляли себя праведниками. Ведь вы знаете, какие даже были… описывают, как они вели себя вот. На перекрёстке улиц становятся, значит, подаёт сигнал определённый, который знали нищие. Они сбегались, и он торжественно раздавал милостыню. То есть это было то, что мы иногда называем грубым словом показуха. Вот это тщеславие. Фарисей заквашен на тщеславие. И законники, или книжники, если хотите, они, увы, впали в самомнение, гордость. Они всё знают, всё знают. Им уж ничего не нужно. Вот в чём дело. Превозносились над всеми людьми. Но вы знаете, а что дальше? А живёте как? Вот Христос говорит, горе вам! Апостол Яков, помните, пишет, что и бесы веруют, и трепещут, и остаются бесами. Вот и здесь так же. Так что богослов может всё знать, не знаю, что всё на свете кажется знать, а оставаться кем? Дьяволом. Безбожником. Об этом Игнатий Вринчин очень хорошо пишет. Академии есть, семинарии есть, магистры, доктора. Вот доктора, так можно... Ну, зачем доктора? Ну, и доктора богословия, да. А спроси их, они, оказывается, в Христа-то не верят. Это, кстати, есть такая... В западных институтах, где есть теология, богословие, включены в институтскую, университетскую программу, но люди зачастую знают прекрасное писание, могут его толковать, знают гораздо больше, чем на Востоке, на восточных христиане, знают больше святых отцов, читают в оригиналах, но при этом неверующие люди. Я встречался в советское время, к нам в академию, приезжали же люди разные, в частности, из института научного атеизма. Вот я помню, с одним человеком встречался, академиком, действительно, умный человек, многознающий, великолепно знал католическое богословие, но православа он почему-то не знал, но это просто был настоящий в этом плане, просто настоящий книжник богослов. Ну, был атеистом, знал прекрасно, ну и что? И больше ничего. Так что вот Христос поэтому и говорит, горе вам! Вы, оказывается, знаете, а живёте по-прежнему. Но вот особенно вот эти слова обращают на себя внимание, что книжники и фарисеи, которые связывают бремена тяжёлые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям. Вот это уже прямое имеет отношение к чему? К духовничеству, к священству, когда избави Бог, когда человек начинает изображать себя праведником и действительно возлагают такие бремена на бедных людей подчас, иногда же рассказывают, такие пяти мне и дают, что это просто невозможно, непостижимо. Что нужно, сколько там прочитать псалтирь, сколько надо делать поклонов, сколько молитв каких и так далее. Боже мой, что делают! Причина – нет ни на грош любви. Если бы любил человек этот, этот духовник, любил бы тех людей, которые приходят, он бы соотносил это всё с состоянием этого человека и не накладывал бы такого бремени, неудобно носимого. Это просто, так сказать, я бы сказал, предупреждение всем духовникам, как нужно быть осторожным в своём пастырском служении. Да, это действительно целая тема, наверное, беседы. Но мы пойдём дальше. Но прежде чем мы продолжим беседу, у нас есть дозвонившийся телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло! Алло, здравствуйте! Здравствуйте! У меня вот такой вопрос. Вот в Евангелии от Матфея, я точно не помню, в какой главе сказано, «Оставь отца своего, мать свою, жену, брата, сестру». Но про мужа там ничего не сказано, или мужа там своего. То есть я так понимаю, что женщина не имеет права оставить, например, мужа и уйти, например, в монастырь. Это сказано только о мужском поле, то есть о мужчинах. А женщина должна быть, то есть с мужем до конца. Правильно я понимаю? Или может что-то, может, как-то по-другому? Нет, не совсем правильно. Вы учтите, что в каком положении в то время находилась женщина. И какова ситуация в настоящий момент. Там женщина действительно была бесправная. У евреев, например, муж мог просто, просто сказать, что она у меня больше не жена. И всё. И всё. Мог дать так называемое разводное письмо. Он мог, если он, например, говорил, по какой причине, то это его жена могла стать презреннейшим человеком. Вот как. Так что женщина была, в общем-то, в бесправном положении, и поэтому о женщине ничего и не говорилось. На самом деле, на самом деле, это всё точно относится как к мужу, так и к жене. времена изменились, и мы тоже вместе с ними. Спасибо, телезритель, за вопрос. Мы продолжаем. Глава 23, стихи 9 и 10. «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос». Вы знаете, на этом иногда просто даже играют некоторые протестантские направления, когда говорят, как это вы называете священника, отцом, вы это неправильно, вы идёте против Писания. Ну, приходится им говорить, вы говорите о Писании, священном Писании. Но он заветит. Неужели вы не читали апостола Павла? Что он пишет коринфянам? А он прямо пишет. «Хотя у вас и тысячи наставников, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благоествованием». Слышите? Прямо пишет о наставниках. Прямо пишет даже об отцах, а не только. И себя прямо называет отцом. Так что в данном случае речь-то идёт не о формальной стороне дела, а о чём? Если уж говорить по существу, то, конечно, кто родил всё человечество, и, если хотите, и каждого человека? Ну, конечно, Бог. Естественно. Кто наставник, истинный наставник, который сказал всю истину без какой-либо примятии? Ну, конечно, Христос. Но и мы, поскольку богоподобные люди и призваны быть богоподобными, то, видите, апостол Павел прямо пишет «тысячи наставников». Кто это такие? Это те, которые проповедовали христианство. И отцов, говорит, меньшее. Потому что можно проповедовать и, так сказать, ну, просто давать информацию. А он пишет о себе «я родил даже вас». То есть, оказывается, даже он себя называет отцом. Ничего поэтому в этом предусудительного совсем нет. Вот следующий вопрос 23 главы, стих номер 12. «Ибо кто возвышает себя, тот уничижен будет». Унижен. Унижен будет, простите. А кто унижает себя, тот возвысится. Это очень интересное место, но стоит в нем разобрать. Да, действительно, речь о чем идет. Тут, так сказать, говорится об одном из духовных законов жизни. Тот, кто хочет быть первым, как говорят, лезет на стенку, тот того обязательно постигнет поношение. Обязательно. Да и уже дело в том, что тот, кто так выставляет себя, он себя подвергает страшной вещи. Какой? Потому что никогда не может быть так, чтобы все тебя хвалили. Опять насчет кто-то ругать тебя. И ты, значит, будешь тяжко страдать. Страсти, само слово «страсти» – это страдание. Так вот, Господь и предупреждает. Берегитесь этого. Берегитесь. Не возвышайте себя, не лезьте вы вперед. Кто унижает себя, тот возвысится. То есть, в каком смысле унижает? Речь идет о чём? Тот, кто не лезет это вперёд, не выхваляется, не хвастается, не тщеславится. Такого человека, кстати, действительно уважают. И его даже говорят, вот это да, это хвастун. Вот это закон жизни. Ну, человек, который хочет получить лидерство. Лидерство. Да. А, лидерство? Да. И как это правильно объяснить? Сейчас попытаюсь донести, вот если жизнью ситуацию разбирать, когда работают два человека, допустим, работают на одно общее дело, но получается так, что один хочет больше, чем другой. И вот как быть в такой ситуации? Отпустить ситуацию? Или же взять ответственность на себя? Как здесь ты невольно, либо если ты захочешь взять ответственность, ты будешь себя возвышать? А ты можешь уйти, и дело пропадёт. Как здесь быть? Нельзя смешивать двух совершенно разных вещей. Одно дело – бывают действительно естественные способности. Один сильный, другой слабый. Да. И когда что-то надо делать, ну, то действительно сильно сделают больше, слабый меньше. Это естественно. И совсем… Это естественно. Это одно положение. Второе положение – когда я, который слабый, ничего не могу, я изо всех печёнок начинаю делать всё то, чтобы только меня хвалили, а не его. Я впереди его, а не он. Меня первым записали, мне первую премию, мне и так далее. То есть, тщеславное вот это чувство. Когда это естественно, и человек, кстати, очень часто замечали, что сильные люди ведут себя очень спокойно, не задираются, ничего. А какой-нибудь, я не знаю, смотреть не на кого, он так и готов со всеми подраться и чего только не сделать. Показать, что он – это, знаете ли… Вот такие вот вещи. Так что два совершенно разных явления. Одно дело – естественное явление, когда и так видно, что он… у него, например, блестящая память, а у другого – никакой. Он сильный, а это слабый. Это талант, а это бесталантный. Это просто естественно. И другое дело, когда по тщеславию человек хочет стать вот первым. Кстати, вот идея лидерства – это очень опасное. Когда лидер естественно становится, когда ну все видят, что он действительно самый… Без всяких разговоров. Он, кстати, не хвастается и не лезет. Все и так видят. А вот когда начинает воспитывать лидер, когда мама, папа говорят, что ты должен быть лидером, когда он сам это из кожи вон лезет, хочет стать лидером – вот это беда. Вот что осуждается. Это осуждается, это лидерство осуждается, потому что этот лидер начинает смотреть на других сверху вниз. И потом, а все прочие кто же? Если все хотят быть лидерами, а кто не будет? А кто будет работать? Это что такое? Да. Вот так. Поэтому это, с христианской точки зрения, это совершенно антипедагогическая мысль, идея, воспитание, когда говорят о том, что ты должен стать лидером. Избави Бог. Если ты есть по природе, ты им и будешь. И даже об этом и думать не будешь. А если у тебя этого нет, ни в коем случае нельзя. Ты себе повредишь. Мы продолжим и опять коснёмся книжников-фарисеев и стих 23. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даёте десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру, сие надлежало делать и того не оставлять?» Ну, здесь, по-видимому, понятно. Да. Мысли понятны, конечно. Единственное, что, может быть, непонятно суд и милость. Единственное, что такое оставили суд? То есть рассуждение. Потому что всё надо делать, разумно поступать, с рассуждением, а не эмоционально, не по страсти. Вы знаете, по страсти можно и кому-то что-то дать. Именно. Ведь можно давать из расчёта, можно давать из-за тщеславия перед другими людьми, можно давать из-за корысти, то есть, чтобы затем была выгода тебе самому. То есть много. надо с рассуждением это делать. Каким рассуждением? На основе Евангелия. Тогда только, тогда и твоя милость, милосердие, которое ты можешь проявлять, тогда действительно это будет правильным. Ты никому не повредишь. Прежде всего, всего себе не повредишь и другим не повредишь. Вот суд, то есть рассуждение и милость, то есть милосердие, это поэтому и поставлены Христом, как такие основополагающие, что ли, камни, на которых можно созидать правильный дом спасения. Вот так. Далее. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите, если бы мы были во дне отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Вот здесь такой момент, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. Но ведь мы ставим памятники. Тоже ставим памятники. Храмы украшаем. Ну, мы, видите, когда мы ставим, мы всё-таки надеемся, что мы не сыновья тех, кто убивал праведников. Ну, кто убивал праведников. С этим можно подспорить. Может. Всякое бывает. Может, но надо проверить, так или нет. Это можно проверить. Но скажу вам так, что речь-то идёт о горе вам, что вы строите и украшаете памятники. Ну, почему горе? Видимо, потому, что мы это строим, строим и материальные памятники, а нисколько не следуем их духовной жизни. Ничего не стоит. Можно построить и храм, можно построить и памятники, а самому остаться совершенно непричастным к тому, что мы строим. Вот Господь и говорит, это горе вам, что вы внешние строите, а внутри палец о палец. не ударите. Вы боретесь с тщеславием, боретесь с завистью, боретесь со страстями. Нет, а память и строите. Совершаем торжественное богослужение. Ну, представьте себе, память какого-то преподобного, торжественное богослужение. Так разве что это даёт? Где уподобление-то ему? Вся суть-то торжества в чём должна быть состоять? В уподоблении его жизни, его наставлением, его мудрости, если хотите, его жизни, ещё раз повторяю, вот в чём дело. А мы очень легко это сделаем. Торжественное богослужение, всё в порядке. Потом ещё отметим так, что ой-ой-ой, только держитесь. Бедный преподобный, что он там, как он себя там чувствует. Сколько людей собирает преподобный. Да, людей много. И смотрит, Служба красивая. Какой-то архиерей. Ой, как он там, ой, как хор поёт. Вот горе-то в чём, что вместо того, чтобы следовать началам духовной жизни, то есть следовать, что значит? Очищать душу свою насколько можно, чтобы этот день провести в покаянии, в чтении их наставлений, чтобы напитаться их духом. А вместо этого торжество. Ну, сейчас, кстати, весь мир сходит от чего-то развлекаловки. И само богослужение таким образом для многих превращается во что? В зрелище. В зрелище. Вот тогда горе вам и тем, которые создают, и тем, которые посмотрят. Если ничего другого нет, то это превращается во что? В лицемерие. но это всё равно, что вот начнёте какого-нибудь человека хвалить, да чего же ты хорош, ты лучше, всё, лучше тебя ни о свете нет, так? А доходит до дела, пошёл ты вон. То есть я к нему никакой любви не имею. Так и здесь. Если одно дело, когда мы любовь к их жизни, почитанию имеем действительное, а другое дело, когда мы только внешне выражаем все эти формы, кажется, формы создаём, а внутри ничего нет, то есть создаём красивый мыльный пузырь. Вот Господь и упрекает и горе вам, лицемеры, что гробницы строите и памятники и украшаете, а сами, а сами, каким я был, таким остался. Ой, это беда! и говорите, что если вы были в одни отца наших, то не были бы сообщниками, как же вы не были бы, если вы духовно, даже сейчас, видя всю историю, остаетесь без всякого изменения, без всякого духовного роста, потому что вы лицемерно прославляете, а лицемерие – это свой судь дьявола. И поэтому то, что вы говорите, не сделали бы этого, вы просто не понимаете даже этого или прямо лжёте. Ну и дальше очень интересно. Таким образом, вы против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророка. Вы знаете, вся Библия наполнена идеей какой? Так называемой родовой повреждённости. есть роды Каина, есть род Давидов, хотите род Богоматери, посмотрите, это Библия прямо указывает и говорит об этом, что как важно бывает даже происхождение, потому что она прямо пишет, что, оказывается, от человека страстного рождается страстный, от человека праведного рождается праведный в каком смысле? Не в том, что он уже праведник, нет-нет, а задатками, какими рождается. Есть рождается злобными, лукавыми, прям так и говорят, и говорят, обманщики прям рождаются, это иногда просто видно, жадные, и напротив есть рождаются прям добрые, действительно открытые, прям чистые люди. Видите, как много значит род? И вот это и есть то, что называется родовой повреждённостью или родовым грехом. Так вот, и Господь говорит таким, что вы, дети, сыновья тех, которые сбили пророков, учтите тому, кто по наследству идёт, идёт от таких людей, насколько труднее им подняться в духовном плане. Родовая повреждённость-то лежит на вас, смотрите, берегитесь. Вот так. Часто, я вот немножко не соглашусь, часто у достойных людей дети противоположны стим. Почему так происходит? Дело-то вот в чём, что мы часто смешиваем или не понимаем всей разницы между нравственностью и духовностью. Я достойный человек, я никого не убиваю, никого я не граблю, на работе честно и безупречно, никаких законов не нарушаю. Вы чувствуете? Прямо живьём можно канонизировать. Достойный человек. А если бы заглянули внутрь меня, сколько там гордыни, сколько тщеславия, я же вижу, насколько я достойный человек. Вот именно тот внутренний мир духовный, который в человеке, он прежде всего определяет свойства, я бы сказал, наследственные свойства в детях и дальше и внуках. Вот что больше всего определяет. А не просто даже нравственные поступки. Сейчас человек попадает в тяжелейшие нравственные условия. Но вот по террике мы же читаем интересные вещи. Две девочки. Одна попала в монастырь, другая – публичный дом. А когда скончались, то что было откровение? Из публичного дома торжество. Она, оказывается, всю жизнь каялась, кто она есть, какой образ жизни ведёт. А та, которая в монастырь, я не фунтезиума, я монахиня, я уже, у меня ангельский образ, подавайте мне все награды. И увидели её во мраке. О, как! Духовные определяют. В монастыре нравственность безупречная. Нравственность была безупречная. Там, в публичном доме, о какой нравственности говорить? Не нравственность определяет, а духовное состояние определяет прежде всего вот эту наследственность добрую или худую. Вот почему так и бывает. Кажется, всё нравственно, семья, всё очень хорошее. Попробуйте затронуть гордость. Вух! Почас такое самомнение, прям страшно даже. Не троньте! Алексей Ильич, ещё один звонок от телезрителя. Давайте послушаем и ответим на вопрос. Здравствуйте! Вы в эфире! Мы вас очень внимательно слушаем. У меня вопрос такой о проскомедии. Вот за родственников подаю я записку на проскомедию, но они в церковь не ходят. И как бы смотрю, они ещё в большие грехи впадают. Не связано ли это? Может, на обедню подавать или на молебню? Или всё-таки на проскомедию? Вы знаете, спасибо за вопрос. Мы слишком большое значение придаём чисто внешним вещам. Проскомедию, просто за обедню, за обедню помянуть тогда-то и тогда-то. Да разве этим мы спасаемся? Всё это может делать и получить никакой пользы, если при этом мы, которые подаём, сами не исправляемся. молиться. Всё это хорошо только тогда бывает. Всё это может только помогать нам, когда сами мы... Вот я хочу за кого-то молиться. Так? Хорошо. При каком условии молитва моя может быть действенной? При каком? Если я исправляюсь. Почему обращаемся к святым? Почему говорим, чтобы они помолились? Потому что они чистые. Так и мы, если мы хотим, чтобы наши молитвы, наши поминовения, наши церковные поминовения были действенны, мы должны прежде всего обратить внимание на своё состояние. Помните, что сказал Христос ученикам, которые не смогли изгнать беса из мальчика? Ученики спрашивали, почему мы не могли? Он им ответил. Этот род изгоняется молитвою и постом, то есть чем? Подвигом борьбы с самим собою. А мы так хотим записочками отделаться. Вот на проскомедию, вот на молебен, вот на литургию. Нет, они ничего не помогут, если, ещё раз повторяю, если мы не возьмёмся за самих себя. Но они могут быть помощью, когда мы действительно трудимся над собой. Я думаю, что причина того, что вы никаких исправлений не видите, что вы забыли о самом главном. Если вы хотите действительно кому-то помочь, возьмитесь за себя. Возьмитесь в каком смысле? Положите себя за правило, например, каждый день всё-таки читать Евангелие, насколько можно читать святых отцов, это для научения, молиться. А также положите за правило себе молиться. Молиться. Но как молиться? Не молитвы какие-то читать, а молиться как? С полным вниманием, благоговением и покаянием. Помню одно – молитва без покаяния, молитва без внимания – мыльный пузырь. Потому мы ничего не получаем, что мы не умеем молиться. Так вот, надо учиться, молиться надо. И если можно, если хотите действительно за кого-то молиться, кто-то, близкий родственник, хоть немножко в чём-нибудь ради него отказать себя. Господи, я вот откажу себе, если привыкли сейчас смотреть телевизор, вот не буду, по таким-то дням не буду смотреть телевизор. Любят ещё что-то очень вкусное, вот себя ограничу хотя бы в этом. Сей род изгоняется молитвой и постом. Поэтому без собственного очищения души никакие записки нам не помогут. Об этом пишет святитель Феофан Затворник. Он даже так говорит. Молебен протрещат и никакой пользы не будет. И говорит, почему? если вы сами не будете молиться. Так же говорит и обедня и прочие. Видите, как? Наше если стекло грязное, всё, свет не пройдёт. Поэтому хотим, чтобы было посветлее у кого-то, давайте свою душу немножечко очищать, свои стёклышки. Вот тогда будет результат. Мы продолжаем. Следующая глава 24-я, как раз когда Христос был с учениками и показывали Ему здание храма, Он отвечает им, видите ли всё это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, всё будет разрушено. О, да. Вы знаете, это очень интересно. Это одно из пророчеств, которое поразительным образом исполнилось. Действительно, в 70-м году Иерусалим был разрушен и камня на камне не осталось. Евангелие же были написаны в 60-х годах, то есть до разрушения Иерусалима. То есть апостолы записали эти слова Христа до того, как исполнилось это пророчество. Потом увидели и ахнули просто. Как же всё исполнилось! Как Христос сказал, это будут дни отмщения, даже так выразился, зато беззаконие, зато величайшие преступления, которые было совершено на земле, потому что самого Мессию убили, растерзали. Но вы знаете, это же не единственное пророчество, которое говорит о том, что действительно это Господь, это есть Христос, есть действительно Бог и Спаситель наш. Вспомните, вспомните, как он сказал о женщине, которая помазала ее ноги миром и утерла волосами. Он сказал, всё, да, когда будет проповедано Евангелие, и о ней будет сказано в память. Пожалуйста, верно, до сих пор мы читаем Евангелие. Удивительно! А возьмите пророчество Божьей Матери. Молоденькая девушка, которая там не знаю сколько, 15-16 лет, друг говорит, меня отныне ублажат все народы, чтобы записать какой-то девушке такое, ну что? Вообще женщина даже пророчества, и то написать это вы знаете, а тут кто такое? Евангелист написал, и мы все поражаемся. Нет более великого святого в церкви, в христианстве, как Божья Матерь. Прямое исполнение пророчеств. Вы знаете, в Евангелии очень много, много, просто не буду сейчас перечислять, скажу вам, вот эти факты о чём свидетельствуют, что Евангелие не простая книга, и Христос был не кем-то такое, а действительно сам Бог говорит здесь. И эти пророчества являются одним из сильных аргументов, свидетельствующих об истинности христианства и о том, что Христос действительно есть Господь. Далее Христос говорит о последних временах, и вот в 12 стихе стихе он говорит «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Это говорится о последних временах? Да. Ну, что значит «последних временах»? Да, он говорит, кажется, о последних временах, и действительно, уже он говорит, видимо, о какой-то конечной стадии. На самом деле, здесь он указал закон, закон, по которому действительно чем больше человек грешит, тем меньше у него любви к людям, даже к животным, к природе, ко всему. Любовь исчезает. Вот в чём дело-то. Атрофируется вот это самое прекрасное, самое великое, если хотите, ну, самое счастливое чувство, чувство любви. Как атрофируется? Беззаконной жизнью, потому что возрастает эгоизм. А эгоизм и любовь – это как раз противостоящее чувство. Вот и Господь указал – берегитесь, потому что если нет любви, что тогда у тебя вообще остаётся в жизни? Вообще ничего. Вот это благожелательство, желание помочь людям, милосердие, любовь даже, всё же это великое дело. Вы посмотрите, люди, ведущие распутный образ жизни, они уже никого не любят. Вы знаете, кажется, она или он имеет, не знает, а любви нет. Нет. Рыпается, а чувство нет. Одна игра. Что вы, это беда. И это великий закон, который надо знать всем людям. в какой-то степени можно применить его к настоящему времени. Мы часто встречаем, вернее, даже реже встречаем людей, которые готовы помочь, и как часто мы встречаем озлоблённых людей. Это ко всем временам. Закон – это духовный закон, поэтому он вообще в принципе это закон. А чем дальше живёт человечество, и чем больше люди погрязают в грехах, тем, конечно, меньше становится любви. Это естественно, это закон. А в конце, когда придёт Антихрист, там вообще, наверное, вообще не будет любви, как таковой. Жена, облечённая в солнце, бежала в пустыню. Пустыня – это какое место? Где нет людей? То есть уже на земле не останется, не останется веры и любви. Далее стихи с 23 по 27. «Тогда если кто скажет вам «Вот здесь Христос или там, не верьте!» Ибо восстанут лже Христы, лже Пророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Итак, если скажут вам «Вот он в пустыне, не выходите!» «Вот он в потаённых комнатах, не верьте!» Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Да. Вы знаете, время от времени мы видим, как в истории появляются некие люди, которые выдают себя за кого-то великого. Но сейчас, например, уже в 20-м столетии и переходит сейчас наше 21-е, есть уже такие, которые выдавали себя за Мессию. Вспомните того же Муна, например, Виссарион, который сейчас проповедует, объявляют себя даже Христом, не больше, не меньше. Возьмите тот же Порфирий Иванов, которого чуть ли богом земли уже считали и так далее, Кришнамурти, Секуя и Сахара. Понимаете, они же никем не прям претендуют на Мессию. Видите, вот Христос предупреждает и Он говорит, я заранее вам этом говорю, учтите, что это будут, эти будут. Заранее предупредил, представьте, 2000 лет тому назад, что будут лжехристы и лжепророки, причём самое поразительное, дадут великие знамения и чудеса. Вот как же это такое! Дадут знамя и чудеса даже! Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный V столетия, писал, часто люди, развращённые умом и совершенно отрекшиеся от веры именем Христовым творят многие знамения и чудеса. Святые отцы в один голос предупреждают – не чудеса и не пророчества, которые говорит и совершает данный человек, свидетельствуют о его святости, говорят – нет, нет, нет! и чудеса и пророчества творят часто люди, отрёкшиеся от Христа даже, лицемеры, в прелести находящиеся. А кто же? Те, кто действительно живут настоящей христианской жизнью. По святости, говорит Иоанн Затауст, говорите о том, чудо Божье это или нет, а не по чудесам судите, а о том, что следовательно это святой человек. Вот в наше время это сейчас приобретает огромнейшее значение, поскольку, посмотришь, люди все жаждут чудес, ищут чудес, находят эти чудеса. Посмотрите, что творится иногда лжедуховники, что творят. У них сколько людей толпятся люди и ищут чего? Чудес. Он мне рассказывает, один священник, своей матушкой приехал к одному прозорливцу, чудотворцу, который сейчас живёт. Заходит матушка, так, Татьяна, я не, нет, я не Татьяна, но неважно, давно пьёшь? Я никогда, батюшка, я не пью, но неважно. Вы слышите? Играют как в прозорливость. И этот священник мне рассказывал, он сам после неё зашёл по своей матушке и повторил, что такая же история. Играют в прозорливость. И народ ищет, вы знаете, беда какая? Ищут чудес, ищут прозорливцев. Не спасение, не научение в духовной жизни, как мне избавиться от зависти? Батюшка, помогите! Как мне избавиться от озлобления, от осуждения? Да ну что вы! Иду, что будет? Где мой сын? Как моя дочка? Куда поступит? Какой жених? То есть, материализм. Дикий материализм, причём, язычество настоящее. Вот Господь и предупреждает. И предупреждает людей. Смотрите! Вот. А теперь ещё и другое. Вот видите, последний, 27 стих. «Ибо как молнии сходят от востока, и видна бывает даже до запад, так будет пришествие Сына Человеческого». А что теперь уже начинается? Уже ждут Царство Божие на земле! Апостол пишет, как сеть найдёт людей во мгновении ока. Никто не заметит. Всё это произойдёт. Вот как молния произойдёт. А нам начинается будет Царство Божие на земле оказывается. И, следовательно, тот, кто будет Царём, он, значит, будет и Христом. Вы слышите, какая подготовка идёт к тому, чтобы антихриста признать за Христа. Вот. ведь беда какая! Вы подумайте! И в этом отношении особенный вес имеет, огромный вес, конечно, изучает голос римского Папы, когда он заявляет, что, оказывается, мы с иудеями верим в единого, в одного Бога. Он что этим самым говорит? Если для тебя, Папа, Христос – Бог, тогда что ж ты делаешь? Для иудеев Иисус Христос – лже-мессия, лже-бог. Так ты как, уверите, в одного Бога? Или Христос уже не нужен? Оказывается, не нужен. Мы, оказывается, в одного Бога верим. Какого? Без Христа. Видите, какое отречение уже происходит? Открытое, сознательное отречение. Мы верим в одного Бога. Оказывается, Христос уже для нас не Бог. Вот куда идёт. Не уделяйтесь, а если мы вместе с иудеями, они действительно ждут, ждут Мессию. Христианские, все писатели говорят, что это будет антихрист, так что же тогда Папа проповедует? Вот слова-то как сбываются. Ибо действительно, как молния предупреждают, вот какое будет пришествие Христа. Как молния. А никакого этого царства не будет. Вот так. Так что очень серьёзное предупреждение, которое мы видим. И далее стихи. Вот 28-й. Ибо где труп будет, ибо где будет труп, там соберутся орлы. Да, вот, вот, замечательно, действительно, замечательно. Как душа выходит из тела, так всё, труп. Такое предупреждение относится и к церкви. К церкви. Что Господь говорит? Когда придёт Сын Человеческий, найдёт ли веру на земле? Какую веру? Мы все сплошь и рядом все во что-нибудь верим. Речь вот о чём? О той вере, которая призывает человека к святой жизни, к евангельской жизни. Не это, оказывается, уже этой веры не будет, найдёт ли Сын на земле это. Вот. То есть, человечество превратится в труп. И это, к сожалению, участь оказывается постепенно, постигнет и всех тех, кто ещё называет себя христианами. Вы знаете, что на Западе происходит уже сейчас? Вон, возьмите, рождественские открытки. Там нигде имени Христа нет. И уже и у нас начинают многие выпускать такие рождественские открытки. Уже отрекаются от Христа. На концертах, на праздницах, чтобы не упоминалось имя Христа, прямое идёт уже отречение от Него. Конституция европейская, даже имени Христа, даже не упоминается христианство, христианство, на котором выросла, кажется, вся культура Запада, даже не упоминается. Наш патриарх Алексей II, да, он же просто протест заявлял об этом. Как же это такое? Европа! Вы посмотрите, вокруг, всюду христианские символы, и вдруг в Конституции ни одно упоминание. Вот, оказывается, какое направление жизни и куда мы идём. Да, да. Но забыли, что если будет труп, орлы соберутся. Какие орлы? Господь Иисус Христос прямо говорит, что в конце мира будут какие ужасы. войны, землетрясения, моры и так далее. Да, орлы соберутся. Предупреждение, смотрите, не становитесь трупом, пока не поздно. Далее, время у нас не так много до перерыва. Попробуем один стих разобрать, стих 30-й. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачиваются все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесной силой и славой». Ну, разное есть мнение о том, что это за знамение, некоторые считают, это крест и так далее. Не имеет никакого значения. Значение имеет другое. Одно точно, что это явление будет какое-то совершенно необыкновенное, потрясающее по своему величию. Потрясающее. И которое не оставит никакого же сомнения ни у кого, да, что это явление Сына, Сына Человеческого, то есть Господа Иисуса Христа. Вот. И, наверное, давайте главу до конца всё-таки разберём. «Одне же том и чесе никто не знает, ни Ангелы Небесные, а только Отец Мой один. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий». Эти слова замечательные. Чем? Помните, от Бога было пророку Ионе повеление идти Неневии, сказать, что она будет уничтожена. Но что случилось? Он проповедовал, и Невицы покаялись. И осталось. Вот в каком смысле ни дня, ни часа никто не знает. Потому что мы никогда не знаем, не видим душ человеческих и не видим духовное состояние человечества. Нам кажется, уже всё. Оказывается, нет. Или наоборот. Кажется, когда, помните, апостол Павел, что пишет, и когда скажут «Мир и справедливость», тогда внезапно постигнет пагуба. Не видим мы духовного состояния мира как от своих душ. Поэтому и Господь и сказал, «Никто не знает, только Отец мой Небесный, Он видит это состояние». Просто великолепно скажем. И не пытайтесь это узнавать. Пример Ниневия замечательный в этом плане. С 25 главы стихов 41-46 звучат они так. «Тогда скажут и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, и огнь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. И пойдут они в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Такие два стиха. Да. Эта мысль неоднократно повторяется в Евангелии. Господь её озвучивает в разных вариантах. И эта мысль вызывала и вызывает до сих пор всегда такой вопрос. ведь Господь Всеведущий и для чего Он творил человека? Ответ один – для блага. Но Он же знал, что очень многие свободно изберут жизнь по греху, а не по святости. и следовательно пойдут в муку вечную. И тем не менее сотворил. Так Господь любовь или нет? Мы говорим, Бог есть любовь. А мы говорим, что Бог есть любовь. Совершенно верно. И вдруг Он, зная точно, что пойдут в муку вечную, вдруг творит человека. А если следовать логике многих таких текстов, богословских текстов, которые часто говорят даже так, что спасутся только праведники, и не просто даже праведники, а только те праведники, которые являются христианами, а все прочие, то есть неправедные люди и нехристиане, все погибнут и пойдут в муку вечную, то мы оказываемся перед страшной картиной. Известно, что сейчас приблизительно 250-300 миллионов православных. Сколько из них праведников? Считать уж не будем, но можно себе представить. А 7 миллиардов это не православных, не христиан, и кого там только нет. И по логике вот этих людей получается, что 7 миллиардов Господь, зная дал им бытие для вечных мучений, а из этих 300 миллионов спасётся, ну, небольшая только частичка тех, кого можно назвать праведниками. Этот вопрос не давал покоя и не даёт покоя до сих пор очень многим. Но как же быть? И Господь говорит, и пойдут они в муку вечные, эти грешники. как быть? Вопрос другой можно задать. А кто лучше всех понимал притча Спасителя, их смысл, их назначение? Ну, ответ, естественно, апостола. После апостола те люди, которые святостью жизни достигали видения истины, как Исаак Сирен говорил, душа видит истину по силе жизни. Поэтому, в данном случае, если мы действительно хотим понять слова Христа, евангельские слова, то мы должны обратиться к все-таки посланиям апостольским, как к непосредственным ученикам, и также к святым отцам, которые писали на эту тему. Обращаемся, и что мы находим? удивительную картину. Апостолы то пишут, праведники спасутся, а грешники пойдут в вечные муки, то пишут, точно наоборот, все спасутся. Обращаемся к святым. То же самое. Большего парадокса найти просто невозможно. И апостолы, и святые пишут и то, и другое. Причём, самое любопытное, что один и тот же апостол или один и тот же святой вдруг только что пишет, что праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники погибнут, вдруг тут же пишут, все спасутся. Картина удивительная, и просто трудно подчас даже понять, как это может быть. Вы знаете, очень любопытно, что наша богословская литература и даже, я бы сказал, учебники даже, а не что-нибудь, которые в очень большой степени заимствовали свои идеи и содержания из католических и протестантских учебников в очень большой степени, отличаются таким своеобразием. Всюду приводятся ссылки только о том, что грешники пойдут в муку вечную. Нигде нет ссылок ни на апостолов, ни на святых, которые говорят противоположные. Это, вообще, я вам скажу, это удивительное явление. Поэтому я просто для того, чтобы показать, что, оказывается, и апостолы, и святые писали о том, что спасутся все, приведу просто несколько, специально приведу несколько, чтобы это было видно, а не просто так звучало. Вот, например, апостол Пётр пишет, что Христос, находящийся в темнице, сойдя, проповедовал, ну, как мы отмечаем эту Великую субботу, так, проповедовал кому? Мёртвым. Мёртвым, под мёртвым, он, разумеет, духовно мёртвым, естественно, да, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу Духом. Так, правильно ли мы понимаем, или нет? Как понять? Преподолуя Максим Исповедник, объясняя эти слова, прям пишет, Писание называет мёртвыми людей, скончавшихся до пришествия Христа. А дальше, что сошёл им благовествовать Великую проповедь, чтобы жили по Богу Духом. То есть, Максим Преподобный Исповедник пишет, то есть, будучи в аде, восприняли проповедь боговедения, веруя во Спасителя, сошедшего в ад, спасти этих мёртвых. То есть, объяснение слова апостола Петра. Апостол Павел многократно, многократно пишет о... Действительно, удивительно пишет, говорю о том и о другом, но в частности, пишет о спасении всех. И вот, в частности, он в Послании к Римлянам пишет, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Феохиллак Болгарский, блаженный, объясняет, «Через оправдание единого Христа на всех людей излилась благодать, дающая им и оправдание вместо греха, и жизнь вместо смерти». Дает такое прямое объяснение всем. или возьмите, например, следующее место апостола Павла из второго послания к Коринфянам, когда он пишет, «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Святитель Феофан Затворник объясняет, «Как же он примирил?» «Оставив им согрешения, но при таком множестве грехов наших он не только не потребовал нам наказания, но и примирился с нами, не только оставил грехи наши, но и не вменил нам». Опять пишет о людях. Или тот же апостол Павел пишет, «Христос за всех умер». Наш святитель Феофан Затворник прямо пишет, «Апостол разумеет не верующих только, но всех людей, живущих во всякое время». То есть все способствуют, правильно я понял? Да. «Не только верующих, но всех людей, живущих во всякое время». Это пишет Феофан Затворник, где он пишет, его уже есть толкование на апостола Павла, это всем известная его работа, и вот он об этом пишет. Или другое место апостола Павла, «Когда же тленное сие облечётся в нетлении, то есть при всеобщем воскресении, и смертное сие облечётся в бессмертии, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою». Тоже Феофан Затворник объясняет, «Когда тление таким образом изгнано будет из всех областей бытия, и всюду воцарится бессмертная жизнь, тогда всё преисполнено будет радостью жизнью». Всё. А вот вывод какой-то из этого Сейчас ещё скажу, например, «Страстную пятницу» я больше не буду, потому что очень много ещё. «Страстную пятницу», например, прям слышу слова наутренне, «Рокописание наше на кресте растерзалось и Господи, избавь всех от усмертных воскресений твоим». Или «Великую субботу». «Царствует ад, но не вечную, над родом человеческим». Это «Великую субботу». Представляете, какие вещи? святые отцы очень многие пишут о том, просто уже отдельно, не касаясь объяснения апостола Павла, но особенно любопытно, пишет там вроде Семидиаланский святитель, «Грешник по смерти пройдёт через страдание огня». Интересно, через страдание огня, ну, страсти, ещё бы. «Дабы, быв очищен огнём, он спасся и не мучился непрестанно». Видите, когда же очистился огнём, апостол Святе Афанасий Великий пишет, «Весь род человеческий искупил от смерти и возвёл из ада». Иоанн Десючник, который, ну, все же читают его первое слово, что пишет, «Бог есть и жизнь, и спасение всех, и перечисляет верных и неверных, праведных и неправедных, благочестивых и нечестивых, бесстрастных, и страстных, вы подумайте, что пишут. Иоанн Лесючник, это учитель, монашество, да. Тут очень много, я вам скажу, множество этих высказываний. то, что мы позачитали в вопросе Евангелия. Да. Кто же лучше понимает Евангелие, интересно? Богословы? Историки? Кто лучше? Мы уже сказали. Те, которые действительно, действительно освящены Духом Божьим, и они могли понимать эти слова. Но, говорю, да, они верны, но они же пишут то и другое. Как же быть? Какой же ответ? Обратим внимание, что на фоне всех этих ответов, что мы видим непрерывно, очень любопытную вещь, что Господь во всём Евангелии постоянно проводит одну и ту же мысль. Я пришёл призвать не праведников, а грешников ко спасению. И указал целый ряд примеров, когда кающиеся грешники оказывается, он прямо говорит о их спасении. То есть, мы оказались вот в чём. Если бы только нам было сказано, что не беспокойтесь, все спасётесь. Ура! Ну, действительно, пожиём, как хотим. Такой вывод и хотелось сделать. Если сказать нет, спасутся только праведники, то есть, вот это, ничтожная горсточка людей, а все грешники погибнут. О, ужас! Я же знаю, что я никогда праведником не стану, но, коль не стану, так тогда уже всё равно. тоже нельзя. Ни то, ни другое нельзя сказать. Вот беда-то какая, да чего мы слабые. И поэтому видим, всюду прям параллельно идёт и то, и другое, и то, и другое. И вот один из святителей, Григорий Низский, объясняет причину. Мне кажется, объяснение просто замечательное. Посредством наших свойств проведение Божие приспосабливается к нашей немощи, чтобы наклонные к греху по страху наказания удерживали себя от зла, увлечённые прежде грехом не отчаивались в возвращении через покаяние. Вот, оказывается, педагогика какая! Педагогика Слова Божия! Сказать определённо-ка так ни то, ни другое нельзя! А вот таким образом, таким образом, приспосабливаясь к нашей немощи, Господь открывает нам, что путь какой? Ясный покаяние! Жизнь по западам и покаяние! Вот, оказывается, как можно говорить. А преподом Максим Исповедник даже употребляет слово апокатастасис! Даже прямо пишет, что тогда повреждённые силы души с течением времени сбросят память о зле, и не находя места покоя, душа придёт к Богу, у Которого нет предела, и воспримет свои силы обратно, и будет восстановлена апокатастинная в своём изначальном состоянии, в своём изначальном состоянии. Я говорю, почему апокатастис употребляет и он же слово? Потому что всё связано с оригеном, который писал о совершенно других вещах. И вот невежественные люди говорят, апокатастис и восстановлении и всём. А ориген совсем о другом писал восстановлении. Ориген совсем не о том, о котором пишут святые отцы. Святые отцы пишут о чём? что наша душа, наше тело воскреснут и будет вечное благо человека. Ориген писал о чём? Оказывается, человек был сотворён чистым духом, и всё спасение в чём будет заключаться? Что он освободится от тела и опять станет чистым духом. То, что отвернуто христианским вероучением, потому что сам Бог воплотился. Вот, оказывается, какие и какие вещи. Вот же какие мысли интересные мы находим у апостолов, святых отцов в Священном Писании, а вот каждую всеношную. Внесь спасение миру быть. Да и подумай, чего же мы на Пасху радуемся? Что вот мы несколько группочек спасётся, а остальные все будут гореть. Мы этому радуемся? Что 7 миллиардов будут гореть в окне? Гигиенно? Не может быть, что в христиане, где основной закон любви, и вдруг мы радуемся, что мы спаслись, а они пусть горят. И этому радуемся. Иоанн Златоус по этому и пишет. Всё, смерть побеждена. Вот так. Вот так. Вот как можно, так сказать, понимать вот эти слова. Слова. очень интересно. И вот мы далее переходим уже к следующей главе, глава 26. Наверное, самые важные стихи за сегодняшний день, это стихи 26-28, восстановление Евхаристии. И зачитаю их. Эти слова часто можно слышать на литургии, когда происходит Таинство Евхаристии. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая учеником, сказал, «Приимите и едите сие из тела Моя». И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Да. Изначало от самих тех, кто оставил нам полный текст литургии, Иоанн Затауст, Василий Великий, мы находим всюду слово «преложив духом твоим святым». Такая молитва читается над святыми дарами, хлебом и вином. Преложение. Что, разумеется, вот приложение. Если мы обратимся к святоотеческому пониманию, то находим следующее. Прямо находим. Например, тот же преподобный Иоанн Иоанн Дамаскин, который, ну, который, так сказать, подвёл итог святоотеческому учению всей предшествующей эпохи. Это уже седьмой век. Да. И поэтому он, Иоанн Дамаскин, объясняет это, что же происходит, что такое «приложив духом духом своим святым». Объясняет он как? Он прямо говорит, что происходит в Евхаристии происходит соединение Бога-Слова, то есть Христа, с этими святыми дарами. Соединение, не превращение их, а соединение, как же соединение по образу соединения Божества и человечества в самом Христе. Поэтому мы и говорим, что христология – это есть евхаристология, учение, то есть о Евхаристии, есть это учение о Христе, точно то же самое. Как же происходит именно соединение, то есть отныне эти хлеб и вино воспринимаются в ипостасе Христа, ипостасе, и в силу того, что они соединяются Христом, они становятся Его плотью. Поэтому мы говорим, тело и кровь истинные, да, почему? Потому что соединены с Христом без какого-либо физического изменения. Никакого физического изменения с хлебом и вином не происходит, а происходит именно соединение, так же, как во Христе соединились как неслитно, неизменно, неизменно божество и человечество, а осталось человечество, как его было, божество, как его было, без изменения. Так и здесь хлеб и вино материально остаются точно такими же, не превращаются а соединение происходит. Вот оказывается, что об этом пишет Макарий Великий, который даже упрекает тех учеников, он пишет, которые, услышав слова Христа, что кто не ест моей плоти, не пьёт моей крови, не имеет жизни вечной, Макарий Великий, говорит, они поняли, которые отошли от Христа, они поняли вещественно, по-плоцки, плотски, плотски, а надо понимать духовно, духовно в каком свете? Вот именно соединение, а не превращение. Почему приходится говорить об этом превращении, что начиная с 9 века, с 9, но потом уже, позже, особенно было закреплено в 16 веке в католической церкви на Тридентском соборе понятие, термин «пресуществление», под которым подразумевалось, что хлеб и вино невидимо для наших глаз превращаются в натуральные тела Христа. Так эта католическая концепция оказалась, вы знаете, оказалась сильной влиянием на греческую церковь в 1453 году в Бизантии пала, и греки ездили учиться куда? В Италию. На запад. На запад. В Италию, прямо туда, в запад. Результат, я вам скажу, катастрофический оказался в некоторых вопросах. В частности, в Харистии, исповедание, в знаменитом исповедании веры, православной, католической, кафолической веры, вдруг мы находим, восточных патриархов, находим такие слова. Поскольку человеку не свойственно вкушение неварёного мяса, то, а человеку нужно причащаться, то Бог, Бог под видом хлеба и вина даёт это нам. Оказывается, дошли до чего? Что мы превращаемся, оказывается, причащаемся неварёного мяса Христа. Просто произносить даже это ужасно. Чёрным по белому написано. Восприняли доктрину присуществления. Православие изначало святые приложения, соединения и вдруг во что изменили в превращение. Такая беда. Кстати, приходилось неоднократно встречать. Мне самому даже приходилось, когда некоторые говорят, я не могу причащаться, это же кровь. Вот я помню, девушка одна не может, я не могу кровь вынести. И когда я объясни, что не беспокойтесь, материально это остаётся той же материи. что не беспокойтесь, только тогда человек начинает причащаться. Что написали в православном исповедании веры неварёное мясо. До чего дойти? Ну так вот, этот термин присуществления, к сожалению, он вошёл в нашу богословскую литературу, и поэтому его можно встретить в самых хороших даже текстах, ну как само собой разумеющиеся. Хомяков хорошо сказал, но мы не против этого термина, пожалуйста, можете употреблять, но мы против доктрины присуществления. не термин, а доктрины. И поэтому в катехисе митрополита Филарета там и написано, что хлеб и вино присуществляются или прилагаются, вот так объясняет, да, прилагаются в истинное тело и истинное кровь Христова. Поэтому мы причащаемся литерату Христа, Христа, который воспринял эти элементы в себе и которые, следовательно, в силу этого соединения являются его плотью, а уже не простым каким-то хлебом и вином. Знаете, есть несколько моментов, которые я хотел как-то прокомментировать. Есть же чудо, когда один монах, это на Западе, кажется, в Италии, да, когда не один, это не один случай. У нас тоже в церкви были такие случаи, когда действительно была кровь и мясо. И ещё такой второй вопрос мой. Может, сразу? Давайте, да. в Учительном Известии служебника, по которому служат все наши батюшки, написано, что если священник вдруг увидит вместо хлеба и вина увидит тело и кровь, не имеет права причащаться, пока это не отойдёт. Почему? Это понизирует. Ложное ведение. А вот лончанское вроде чудо, вот это итальянское, которое исследует элементы, находит даже сердце и так далее. Ещё раз повторяю, ещё. Приходится повторять Кассиана Римлянина о ложных, о ложных, совершенно ложных, то есть обманных чудесах, которые, кажется, чудо, но это обманное чудо, потому что никогда церковь церковь этому не учила. Приложение святых даров, а не превращение. Вот в чём дело. Вот так. Вот ещё бывает, когда подводят детей к причастию, я часто помогал, держал плат, и ребёнок по той или иной причине отказывается, и мама говорит, ребёнок, как говорит, успокойся, это всего лишь хлебушек, и, как она говорит, сладенькая водичка. Вот такая формулировка. Ну, это маменьки, что такие богословы, ну что. У них задача одна, чтобы ребёнок причастился, и всё. Сказать могут всё, что угодно. Это то же самое, это чушь. Такая же ересь, только прямо противоположная. Вовсе не хлеб, это вино. Это действительно Христос сам, его тело. Но материально какая сущность может нам измениться? Материально они остаются хлебом и вином, конечно. Конечно. Какая ещё сущность материи, скажите? Какая ещё сущность может быть? Если уж говорить с точки современной физики, то знаете что? Вся материя, вся имеет одну и ту же сущность. Пожалуйста, можно, это очень страшно, будет дорого, но можно из меди сделать золото. Можно. Можно. Из алюминия можно сделать серебро. Это только страшно дорого, потому что в конечном счёте одни и те же элементы таблицы Менделеева, только в разном сочетании. Сущность одна. Нет другой сущности. Материальная сущность одна. Поэтому, что мамочки говорят, ну, лишь бы ребёнок причастился и всё. Понятно. Далее та же глава, 26, 38, 39 стихи. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной. И, отойдя немного, пал на лице своё, молился и говорил, отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. Да, замечательные слова, которые говорят о двух вещах очень важных. Первое. Мы никак не хотим, трудно это подчас, представьте, он был настоящий человек же, будучи настоящим Богом. Мы никак не можем понять, а как относится живой человек к смерти? почитайте Достоевского, как он описывает, как он шёл на смертную казнь. Ну, что вы! Всё живое боится смерти. Поэтому нисколько неудивительно, что Христос действительно ощутил всем своим человечеством ужас приближающейся смерти. Это первое. Ничего удивительного здесь нет. Но второе, перед лицом этого ужаса, который он знал, как он молился, если возможно, доминует меня чаша сия, но, впрочем, не как я хочу, но как ты. Вот оно научение всем нам, как мы должны молиться, как мы должны молиться, а то я хочу, во что бы ни стало, дай мне, Господи, то-то и то-то, чтобы моя печёнка и селезёнка, и так далее, чтобы мой сын, моя дочь, чтобы было, не как я хочу, но да будет твоя воля, Господи. Если я верю Богу, если я верю, что Он есть любовь, то, значит, я чему верю? Что всё, что будет совершаться по Его воле, является наилучшим для меня или за кого я молюсь. Наилучшим. если я верю. А если в это не верю, тогда чего молишься? Да, действительно. Вот, вот так. Далее, 27-я голова, стихи 3-й и 5-й. «Тогда Иуда, предавший Его, увидел Его, что Он осуждён, и, раскаившись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил Я, предав кровь невинную. Они же сказали Ему, что нам до того, смотри сам. И, бросив серебряники в храме, Он вышел, пошёл и удавился». Да, это место, которое действительно очень-очень часто вызывает вопрос и вызывает вопрос по той причине, что употреблён слово «раскаялся». Да, действительно. Вроде как «покаялся», но «покаялся». Тело вот какого рода. самоубийство, которому пришёл Иуда, является не случайным актом, которому он и другие самоубийцы. Это вовсе не случайный акт случайно нахлынувших чувств. Самоубийство – это итог всей предшествующей духовной жизни человека. сколько угодно людей, которые попадали в такие же труднейшие ситуации, не кончали жизнь самоубийством. Апостол Пётр, собственно, почти то же самое сделал. Почти отрёкся прямо перед лицом. Помните, в этом Иване написано? И Христос, обратившись, посмотрел на Петра, после чего Пётр весь залился слезами. Оказывается, предшествующая жизнь является ключом к этому факту. Какому? Иуда удавился, Пётр раскаялся. Посмотрите, как Пётр стал учеником Христа. Всё оставил. И потом даже он же говорил Христу, вот мы оставили всё, всё, что нам будет. То есть, всё оставили. Иуда пошёл, был вор. И за Христом пошёл в надежде получить всё больше и больше денег. Даже дошёл до какой точки уже, что предал даже Христа. Вот она причина в чём. А в чём же, какой психологический момент присутствовал в этом? святые отцы очень хорошо по этому поводу пишут. Гордость. Гордость Иуды. Как это я мог такое сделать? Апостол Пётр действительно сознал, да, я не котный человек, Господи, прости меня. Гордость не позволяет раскаяться, а смирение призывает к раскаянию. И поэтому Иуда, Иуда, вот как раз, поскольку был вором, он не покаялся, а отчаялся. Не отчаялся по той причине, что его гордыня не могла вынести он такой человек и вдруг совершить такую подлость. отчаяние поразило его. Вот что означает его так называемое раскаяние, слово, которое произносится в Евангелии. Это было не раскаяние, а отчаяние. Он бросил это. Он сделал совсем не то, он допустил страшную ошибку. И как это я мог это сделать? Вот, оказывается, что произошло, произошло здесь. В случае с Иодом. Об этом посыл Павел же пишет. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние, то есть раскаяние. Производит как? В спасение. Производит покаяние спасению. А печаль мирская производит смерть. Прямой ответ на поступок Иуды и на поступок Петра. Вот, оказывается, печаль ради Бога, то есть, где присутствует смирение, ведет человека к покаянию и спасению. А печаль мирская, гордыня, приводит к погибели. Алексей Ильич, мы работаем в прямом эфире, у нас есть звонок от телезрителя, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем, задавайте ваш вопрос. Пожалуйста, при молитве благоговения получается от благодати только, и бывает ли молитва без дара Духа Святаго? Спасибо. Вы знаете, чем отличается христианское учение о Боге от всех других религий? христианство говорит следующее. Бог не может спасти человека без самого человека. Поэтому, когда мы говорим благоговение и прочее состояние, которое при молитве, то надо понять, что это не просто Бог захотел и дал, а захотел и не дал. Бог в своём отношении к человеку полностью зависит от того, кем мы являемся, на что направлена наша свобода, как мы её, в каком направлении проявляем эту свободу. Спасти даже не может. Поэтому, поэтому в зависимости от нашего духовного состояния благодать Божия может проникать в нас или мы её отталкиваем. Вот, оказывается, что происходит от нашего духовного состояния. Чем это обусловлено, точнее, что является главным в этом духовном состоянии? Вот сегодня уже мы говорили, что преподобный Пётр Дамаскин говорил, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Так вот, тот человек, который правильно живёт, он постепенно и всё больше начинает видеть своё несоответствие с евангельской жизнью. Всё больше. И отсюда смиряется. И по мере смирения открывается возможность в его душе получать и благодать Божию. Вот, оказывается, каков закон. Не просто Бог даёт. Нет. Бог гордым противится. Что значит противиться? Да невозможно гордому дать. Он всё отталкивает. А смиренным даёт благодать. Так вот и молитва. Если человек действительно осознаёт свою греховность, начинает видеть её, вот в чём дело, видеть, что, оказывается, какой я совсем не то, чем я себя чувствую, то тогда в таком случае по мере вот этого нашего осознания, понимания своей немощности и так далее, то благодать Божия способна бывает проникать в человеческую душу. Ибо Бог действует на всех людей как солнце. Как солнце. Но один закрывает глаза, другой прячется в чёрную тёмную комнату. у иного там в зрении повреждено. Вы слышите? Но на всех Бог действует одинаково. Как, помните, пишет в Евангелии, мы читаем, Бог дождит на праведных и неправедных и всем посылает лучи солнца. Так вот и здесь. И поэтому и молитва нашей в степени зависит от чего? От нашего духовного состояния, которое мы, мы формируем его. А оно каким образом формируется? Смиряемся ли мы? Видим ли мы свою греховность? Каемся ли мы? Или напротив? Или напротив? Поэтому чем больше человек видит себя праведным, тем меньше он получает благодати. И наоборот. Потому что праведные это лжеправедные. Наша душа, увы, чёрным дёгтем замазана. Но вот смирение как раз и видение своего недостоинства открывает возможность проникновению лучей благодати Божией в наше сердце. Вот откуда это происходит. Поэтому надо читать, читать, обязательно надо читать, вот Игнатия Вринчанинова, его сейчас, вот юбилей в этом году, 150-летие кончины. Его надо читать, посмотрите о молитве, что он пишет. Это же драгоценность для нашего времени. Обязательно приобретите его и почитайте, изучайте. Не почитайте, а постоянно читайте. И тогда вы увидите, что и как необходимо понимать все эти состояния. Алексей Ильич, мы заканчиваем чтение 27-й главы, 46-й стих. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом. Или, или, лама, совахни, то есть, Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил? Да, эти слова часто обращают внимание на себя и многие недоумевают даже, но опять приходится мне повторить точно то же самое, как в Гефсиманском саду молился он, так и здесь на кресте. Давайте ж не забудем, что не Божеством Он страдал. Бог не может изменяться. Божество, какое есть, такое и есть. Он страдал своей человеческой природой. А теперь представьте себе, это какой ужас крестных страданий. Вот когда описывают, я не знаю, надо просто почитать бы, какой-то ужас переживает человек, какие невероятные просто страдания, поэтому неудивительно, что всё естество человеческое здесь уже начинает вопить, Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил? Вот. А не в том смысле, что изменилось отношение там, ко Христу, со стороны там, Бога Отца, изменилось, как это думали, кстати, иеретики, за что и были осуждены. Нет, нет, вот оно тут во всей силе, во всей силе было продемонстрировано, что Христос истинный человек, а не только истинный Бог. Истинный человек истинно страдал, а не просто так что-то такое было. И вот этот вопль как раз свидетельствует о силе и истинности его страданий. Мы продолжаем 28 глава, стихи 18 с 18 по 20. «И приблизившись Иисус сказал им, да нам не всякая власть на небе и на земле, и так и дети научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Зятого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни и до скончания века. Аминь». Да, вот то последнее, что Господь сказал, находясь ещё близко здесь с нами. Первое заповедь сказал «Научите все народы». Второе «Крестя их но очень часто мы делаем точно наоборот. Не критаемся со словами Христа, научите, чтобы человек уверовал, потому что принятие крещения без веры ничего не даёт человеку. Об этом же пишут великие святые. Кирилл Иерусалимский прямо пишет, если ты лицемеришь, то люди крестят тебя, а Дух Святый крестить не будет». Марк Подвижник о том же самом пишет, святые прямо пишут, Иоанн Зотоуст как об этом тоже пишет, а мы часто превращаем в своём сознании крещение в какую-то магию. Главное – окрестить, окреститься, окрестить, не понимая, что из этого следует. Посмотрите, что пишет, например, Симеон Новый Богослов Преподобный, крестившиеся в детстве как ещё несовершенные умом и благодать принимают несовершенным образом. Более того, он пишет, более того, крещённые в детстве, но не соблюдавшие в последующей жизни обетов крещения пострадают больше, чем некрещённые, как осквернившую святую одежду Твою, Господи. Представляете, какие вещи? Даже пострадают больше, но это естественно. Представляете, вот у нас какое-то очень серьёзное дело. Спрашивают, так, кто готов? Один говорит, я готов. Готов и не сделал. Кто пострадает, кто наказан будет больше? Конечно, тот, кто сказал, я сделаю, а сам не сделал ничего. Так и здесь тоже Семён Новый Богослов предупреждает, крестившиеся в детстве, но в своей жизни, не соблюдавшие обетов данных крещения, пострадают больше, чем некрещённые, как, подумайте дальше, как осквернившие святую одежду Твою, Господи. Вот, оказывается, какие вещи. А мы часто к крещению подходим как к какому-то обряду, как к магии. Крещённые, крещённые. Да, кажется, меня крестили. Об этом очень хорошо писал не кто-нибудь. Блес Паскаль, известный, физик, всем нам известный по школе, он писал, раньше, чтобы вступить в церковь, в древней церкви, чтобы вступить в церковь и принять крещение, требовалось доказать, что ты действительно ведёшь христианскую жизнь, имеешь действительно христианскую веру, и тогда только ты мог принять крещение. А теперь, говорит, даже не заметишь, как ты уже считаешься членом церкви. Никто тебя не спрашивает, как ты веришь, как ты живёшь. Прямо пишет с горечью Блес Паскаль, во что превратили. И вот потому-то святые предупреждают, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет, потому что Духа Святого нельзя заставить войти в человека, совершив только какие-то действия, произнеся слова. Это в магии можно. В магии – да. Сказали слова, сделали что-то, и никуда. Сила какая-то не делится. А здесь Дух Святой, его не заставишь войти в человека, если у него нет веры и нет желания жить по западу Христову. Видите, как это серьёзно оказывается? Так вот, Господь и говорит. «И так шедше научите все народы». Второе – крестя их правильно. А дальше – уча их соблюдать всё, что я повелел вам. И дальше замечательные слова. «И все, и вот, я с вами во все дни до скончания века». В другом месте апостол пишет «Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Это великая радость, которая дана христианам». Мало ли, с нами совершаются какие события, особенно события неприятные, какие-нибудь скорби, болезни, страдания. Для человека неверующего это ужасно случилось. Для верующего нет. это не случилось. А это происходит всё по воле кого? Бога, Который есть любовь. Но как происходит? Цитирую святого Исаака Сирина. Замечательные слова. «Бог ничего не делает ради возмездия, а всё посылает только глядя на ту пользу, которую и пронесут его действие». Так что для верующего человека всё, что с ним совершается, он воспринимает это что? Как единственное средство, которое в данном случае необходимо для моего спасения. Как, знаете, бывает, отрезают руку, отрезают ногу, делают операцию на сердце, нет другого способа спасти жизнь, как сделав тяжёлую операцию. Так и здесь то же самое. Во что верит христианин православный? Это не наказание, не возмездие, а это Господь врач, врач, который делает всё возможное только для того, чтобы ты, вот сейчас, перейдя из жизни в тот мир, оказался достойным Царства Божия. Вот, оказывается, что происходит. И вот, какие замечательные слова произнёс Господь всем, всем христианам. Христианам.